1 июня начнется прием заявок на конкурс грантов губернатора Забайкальского края. Как подать заявку, по каким направлениям, на какую сумму можно рассчитывать, обсудим сегодня с руководителем Фонда развития Забайкальского края Натальей Макаровой. Наталья Владимировна, здравствуйте. Здравствуйте, Марина. Добрый день. Прием заявок на конкурс начнется совсем скоро. По каким направлениям будут предоставляться проекты и какие темы наиболее популярны в Забайкалье? В этом году у нас 13 социально значимых направлений для всех некоммерческих организаций, которые зарегистрированы на территории Забайкальского края. Я хочу это слово подчеркнуть. Участие в конкурсе имеют право только те, кто здесь живет, работает, но, соответственно, зарегистрирован. 13 социально значимых направлений охватывают все сферы общественной жизни Забайкальского края, начиная от поддержки добровольчества, молодежных инициатив, экологических, образовательных, инициатив в сфере культуры и искусства, конечно же, спорта. Ну и специальная номинация, второй год у нас работает, это поддержка тех, кто сейчас участвует в специальной военной операции, их семьи. Это направление называется «Мы вместе». И мы очень ждем каких-то прорывных, интересных идей, которые касаются как раз жизни тех, кто сейчас защищает нашу Родину. Судя по прошлому году, какие направления наиболее популярны были? Вы знаете, у нас каждый год примерно одинаково получается. Самые популярные почему-то инициативы в области спорта. Видимо, настолько сейчас это востребовано, настолько у нас забайкальцы заражены, в хорошем смысле слова, здоровым образом жизни, что наша молодежь очень активно подает заявки на именно это направление, в этом направлении. И кроме того, мы на самом деле видим, насколько значим социальный эффект. Впоследствии, потому что мы начали сейчас совершенно новую для себя деятельность, это оценка социальной значимости проекта, который уже был реализован. И мы видим, что именно проекты в сфере спорта, они получают наибольшую любовь, наибольший интерес и наибольшую вовлеченность наших забайкальцев. Приведу несколько примеров. Например, это фестиваль велокультуры. Может быть, помните, велофест у нас каждый год проводится. И на самом деле вот этот фестиваль большую популярность получил. Почему? Потому что ребята зашли на конкурс, они подали заявку, и, соответственно, вовлекли огромное количество участников в свой проект, собрали очень хорошую, качественную команду, прописали бюджет. И у нас велокультура, что называется, в народ пошла. Но пока этого мало. Мне кажется, что велокультура должна еще больше вперед двигаться. Второй очень интересный проект – это все проекты федерации воркаута нашего. Ребята большие молодцы. Они каждый год стараются, каждый год придумают что-то новое. Сами ездят на чемпионаты, завоевывают, побеждают им все, что только можно. Здесь проводят между собой какие-то свои фестивали, вовлекают воспитанников детских домов и так далее. И мне кажется, вот сейчас как раз сфера спорта, она настолько активно развивается, что в нее надо еще больше подтягивать людей. И нам, конечно, нужно еще больше проектов, связанных еще с жизнью в районах Забайкальского края. В Чите уже очень активно спорт развит. У нас масса разных площадок, куда можно прийти, потренироваться, на свежем воздухе, в спортклубе, поучаствовать в каких-то фестивалях. А нам бы хотелось, чтобы спорт пошел в районы. И мы оттуда очень ждем прорывных инициатив. Какие критерии используются для оценки проектов и кто выступает экспертами? Ну, очень хороший вопрос. И на самом деле, наверное, он ключевой, потому что наша основная цель – это обеспечить доступность и прозрачность конкурса. Что значит доступность? Доступность значит, что любая некоммерческая организация, которая здесь что-то делает, какие-то проекты реализовывает, все должны иметь равный доступ к получению финансовой поддержки. Что такое прозрачность? Прозрачность – это наиболее явный и доступный способ эксперту дать обратную связь тем некоммерческим организациям, которые заявки подали на этот конкурс. И мы ряд правил разработали у нас в Забыкальском крае. Буквально вчера мы утвердили список экспертов, которые оценки будут поставить нашим заявкам. Их 29 человек в этом году. Из них практически две трети – это эксперты больших федеральных конкурсов. Это конкурсы грантов мэра Москвы, конкурсы общественной палаты. То есть мы привлекаем максимум сюда людей федерального уровня, чтобы они имели возможность дать нам прозрачную ясную оценку, о том, что у нас в некоммерческом секторе происходит. И, соответственно, критерий у нас тоже много в этом году. В принципе, они каждый год одни и те же. Десять критериев, один из которых, наверное, очень важный – это максимальная информационная открытость организации. Ведь для того, чтобы оценить проект, эксперт должен знать, чем организация занимается. Представим себе, что у нас где-то в Нижнем Новгороде сидит эксперт, ему попадает заявка, например, из Балейского района. Но что он знает? Ему нужно максимально информацию предоставить. Для этого, естественно, организация должна присусти в социальных сетях и в своих районных газетах, публиковаться, представлять себя на телевидении. Мы для этого очень много сейчас проводим семинаров обучающих и максимально вовлекаем людей в эту деятельность. И, конечно, один из самых таких ключевых критериев – это информационная открытость. Организация ее команды, обязательно ее команды. У нас очень часто так бывает, что большой проект, там бюджет миллионов десять, а в команде заявлен только один человек – это руководитель команды. Такого быть, конечно, не должно. Всем хотела бы обратить на это внимание, что указывайте максимальное количество людей в команде. Второй важный критерий – это бюджет. Бюджет должен быть, конечно же, очень ясен и понятен. Мы должны понимать, на что собирается тратить организации деньги. Эти деньги должны обязательно касаться проекта, а не текущей деятельности организации. Бюджет, конечно же, должен соотноситься с тем календарным планом мероприятий, который планируется в рамках проекта. То есть, на самом деле, все критерии настолько взаимосвязаны, настолько важны. Я сейчас даже затрудняюсь сказать, о какой более важный. Каждый эксперт, конечно же, он подходит с точки зрения своего опыта. Но сейчас уже примерно тренды в некоммерческом секторе в нашей стране определены. Мы должны максимально много знать об НКО, об ее деятельности, об общественной. Мы должны понимать, как она собирается деньги расходовать, как она собирается отчитываться за них. Мы должны знать, сколько человек в команду вовлечены, имеют ли они определенный опыт в проекте. Например, мы берем бухгалтер, у него образование, журналисты, например. Конечно же, это совершенно несоотносимое с собой понятие. И, разумеется, мы должны знать, а что, собственно, мы увидим в конце, какова цель. А для этого я хочу тоже особое внимание обратить на то, что каждая общественная организатор должна понять, с кем она будет работать, с какой целевой группой. Нельзя взять целевую группу в Читинском районе и ориентировать проект на, допустим, Нерчинский район. Это первое. Второе, что важно, статистика, как правило, отражает у нас общефедеральные тренды. А нам надо ориентироваться на то, что происходит в Забайкальском крае. Не обязательно бывает так, что общероссийские тренды соответствуют нашим. Поэтому нужно внимательно очень изучать, что здесь происходит. Если мы хотим где-то в районе проводить проект какой-то, либо фестиваль, мы должны туда поехать, поговорить с жителями, спросить, а вам-то это надо? Не надо навязывать людям то, что им не нужно. Может, они хотят чего-то другого. Вот есть, например, такая целевая группа пенсионеров или инвалиды. Нам всем кажется, надо им что-то купить и так далее. Им на самом деле нужно внимание, им нужны какие-то культурные яркие мероприятия и так далее. То есть ориентирование на социальную группу, на аудиторию, целевой проект – это тоже один из важных критериев. Но все общественники с этим хорошо знакомы, но, к сожалению, пока еще вот в этом направлении слабо. Слабая у нас работа организована. Мы с этим тоже работаем. Трудно ли соискателям сформулировать свою идею и упаковать ее в социально важный проект? И кто-то оказывает методическую помощь? Ну, безусловно, конечно. У нас есть ресурсный центр, которым тоже я руковожу. Там сильная команда сейчас собирается постепенно. Ребята, которые знают, с кем они работают. Они знают, что такое социальный проект, что такое проблематика социального проекта. И что такое деятельность некоммерческой организации. Мы оказываем любую помощь. На самом деле у нас сейчас работает телефон горячей линии. Горячая линия ресурсного центра 21.02.12. Работаем мы ежедневно с 9 до 18 часов. Но если нужно, мы готовы оставаться у себя хоть круглосуточно, лишь бы людям помочь составить грамотную заявку. Что касается первой части вашего вопроса, трудно ли. Вы знаете, да, бывает очень трудно. Бывает, что человек приходит и говорит, я хочу вот что-то сделать. Что-то сделать, я не знаю что. И мы с ним сидим, вот разбираемся. Где-то стратегические сессии проводим, их команду собираем. Где-то просто с человеком общаемся. И это на самом деле очень длинный путь. От желания до формирования конкретной идеи, конкретного проекта. Очень часто там и год проходит, и два проходит. А у кого-то это быстрее происходит. На самом деле все зависит от мотивации. Очень многое зависит от мотивации. Насколько вот ты хочешь то, что у тебя в голове, изложить на бумаге. А написать проект на самом деле это задачка та еще. Поэтому да, это сложно. О каких суммах поддержки идет речь и кто ваши партнеры? В этом году максимальная сумма запрашиваемого гранта составляет 2 миллиона рублей. Ну что касается партнеров, я даже наверное больше скажу. Самый главный, идейный вдохновитель на самом деле грантовой поддержки у нас здесь в Забайкале. Это разумеется губернатор, не случайно это конкурс грантовый губернатор Забайкальского края. Александр Михайлович Осипов особое внимание уделяет и развитию ТОСов, и развитию некоммерческих организаций в нашем регионе. И разумеется всесторонняя поддержка со стороны руководителей региона, она всегда нам была необходима. И правительство разумеется тоже нам помогает. То есть часть расходов софинансирует правительство. Далее наш крупный и важный стратегический партнер это фонд президентских грантов. И нам очень приятно, что год от года мы все теснее и теснее работаем. Что доверие между нами растет. Ну и разумеется фонд вкладывает собственные средства. Поэтому в этом году мы рассчитываем, что грантовая поддержка составит от 50 до 60 миллионов рублей. И мы планируем еще ближе к осени провести еще один конкурс специально для молодых общественных организаций. Потому что когда соревнуются вот те только-только, кто пошел в детский сад и тот, кто в 11 классе, ну немножко, понимаете, конкуренция она такая разная. И нам хотелось такое внимание уделить тем, кто только-только встает на ноги, научить их писать бюджеты, отчитываться и так далее. Во втором конкурсе максимальная запрашиваемая сумма составит 300 тысяч рублей. Это будет уже ближе к осени. А характеризуйте людей, которые участвуют в конкурсах. Какие они неравнодушные граждане, активисты? Это мой самый любимый вопрос всегда. Потому что я всегда говорю о том, что в общественном секторе Забайкалья работают, трудятся, волонтерят самые неравнодушные люди, которые у нас здесь родились, приехали сюда и так далее. Ведь некоммерческая организация – это что? Это, по сути, люди, которые взвалили на себя, ну в чем-то даже не по сильную ношу, потому что они же существуют без какой-либо бюджета, там, государственной поддержки. У них возникает идея, и они сами берут ногами, руками, головой своей, да, ищут средства, ищут ресурсы на то, чтобы эту идею реализовать. И я хочу сказать, что год от года у нас все больше появляется молодежи в некоммерческом секторе. Я очень этому рада. Второй момент – есть и люди, которые так или иначе не нашли себя где-то в бюджетном секторе, какие-то педагоги, воспитатели, они понимают, что они в общественной работе себя могут реализовать. Это тоже очень приятно. То есть контингент совершенно разнообразный. И мне очень нравится, что вот эти 13 социально значимых направлений начали как-то между собой коммуницировать, потому что мы видим, что люди стали знакомиться между собой в общественном секторе, привлекать партнеров. Например, нужно в рамках спортивного фестиваля привлечь какую-то НКО-сферу культуры и так далее. Мне нравится, что стало между нами больше искреннего, такого неподдельного настоящего общения, партнерства. И, наверное, это один из результатов того, на чем мы постоянно работаем. Здорово, что много молодежи, здорово, что много людей с открытыми сердцами, здорово, что много людей с горящими глазами. И самое главное, на что нацелен этот конкурс, на то, чтобы здесь, в крае, реализуемые инициативы, они вели к тому, чтобы люди здесь оставались, чтобы они продолжали здесь жить, трудиться, и видели те изменения, которыми в том числе и их руками здесь сделаны. Это большая очень разница. Когда тебе деньги откуда-то падают, и когда ты их заработал собственным трудом, тогда ты больше ценишь. Больше ценишь площадку, которую ты установил, больше ценишь какой-то спортивный комплекс, тренажеры и так далее. Отношение совсем другое. Нет ни варварства, ни вандализма, совсем другое отношение. Более такое искреннее, неравнодушное. Давайте отвлечемся от темы конкурса. Накануне главная государственная экспертиза утвердила проект реставрации Успенского храма в селе Калинино, Забайкалье. Что это дает и какие дальнейшие планы по реставрации храма? Да, действительно, вы правы. Такое событие очень приятное для всей команды, которая трудится сейчас над процессом реставрации храма. Сами реставрационные работы были разбиты на два этапа. Целью первого этапа было сохранение того, что сейчас есть, не допустить разрушений. Поэтому мы провели противоаварийные работы специальные. Они в течение полутора лет практически проводились. Это, можно сказать, рекордные сроки, потому что все объединились. И второй этап – это сами ремонтно-реставрационные работы. Что в ней включается? Один из самых сложных этапов, который нам сейчас предстоит – это укрепление фундамента. Дело в том, что грунт и сама территория достаточно сложная. Земля там наполнена влагой, так называемая линза находится под храмом. Поэтому, разумеется, сейчас нам важно сделать так, чтобы храм уже стоял. Ведь он начал именно расходиться, разваливаться, так сказать. В том числе и потому, что вот такая подвижная земля. Нам сейчас важно эти фундаменты все укрепить. Очень сложный процесс. Мы сейчас очень бережно и тонко к нему подходим, готовимся. Вот буквально сегодня у нас конструкторы из Москвы прилетели, которые над такими объектами работали. Завтра мы общаемся с подрядчиками в Нерчинск для того, чтобы уже на месте обсудить дальнейшие собственные этапы. Ну и второй этап. Если все пойдет хорошо, а я уверена в том, что все пойдет хорошо, мы уже начнем восстанавливать саму кирпичную кладку. Для этого мы заказали специальные реставрационные кирпичи. Я хочу подчеркнуть, что это реставрационные работы, а на воделе каком-то речи не идет. Мы восстанавливаем полностью облик храма, который был создан при Петре I. Разумеется, это будет новый материал. Разумеется, будут использованы новые технологии, гидроизоляционные в том числе. Но мы восстанавливаем наш храм, мы восстанавливаем его облик. Соответственно, мы восстанавливаем историю. Ну и третий этап. Речь пойдет о благоустройстве территории, об убранстве храма. Мы рассчитываем уже на следующий, наверное, год, скорее всего. Но основная цель общего комплекса, вы знаете, это все-таки бережное отношение к тому, что оставили нам наши предки. И мы, как такие вот благодарные, ответственные потомки, конечно, должны очень бережно к каждому этапу подойти. К каждому кирпичику, я бы так сказала. Потому что достать старый кирпич и положить туда какой-то новый, знаете, нужно очень много ума бережного, отношения культуры соответственной, соответственного опыта. Большое спасибо, конечно, здесь огромному количеству людей. Начиная с губернатора нашего, митрополита Четинского-Петрова-Забайкальского Дмитрия, компании «Норильский никель», команда «Быстринского ГОКа», «Союза реставраторов России». Я должна, конечно, об этих людях упомянуть, которые очень искренне и с любовью относятся к проекту. Благодарю вас за беседу. Спасибо, Марин. Я напомню, гостем нашей студии сегодня стала руководитель Фонда развития Забайкальского края Наталья Макарова. Мы обсудили конкурс грантов губернатора региона.